Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Павел Нарожный, военный эксперт, волонтер и основатель фонда «Реактивная почта». Павел, здравствуйте. Добрый день. Сегодня будем говорить о супероружии, которое США может поставить Украина, чем мы бьем по оккупантам в Мариуполе и что происходит на фронте. Ну и также, конечно, о Китае, куда без него в эти дни. Но для начала давайте ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это блиц-интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И вот следующий вопрос от зрителей. Путин думает о начале Третьей мировой войны? Он скорее думает, как удержаться у власти, и если средством, чтобы удержаться у власти за те и Третью войну, ну я думаю, он запросто это сделает. То есть ему все равно, сколько умрет россиян и других, главное остаться на троне, правильно? Именно так. То есть основная задача это быть у власти, даже деньги ему уже не важны, ему главное сама власть как таковая. Тогда получается, что санкции против Путина не действуют, потому что денег у него много и вообще ему на все наплевать. Санкции действуют против России, а не против лично Путина. Основная задача это выбить табуретку из-под ног товарища Путина, чтобы он не мог продолжать войну. Потому что война это громадные деньги, неимоверное количество средств, которые необходимы для продолжения войны. Это зарплаты, это оружие, это питание всех этих солдат и так далее. Китай бы поддержал бы Третью мировую войну на стороне России или все-таки на стороне НАТО? Китаю война не нужна. Китаю главное зарабатывать деньги и наращивать свою мощь, чем он собственно сейчас и занимается. Если бы он поддерживал Россию, первое, что бы он делал, он бы покупал нефть и газ по рыночным ценам, они этого не делают. Хорошо, теперь давайте поговорим о вопросах, которые нас интересовали на этой неделе. И, наверное, самым главным вопросом было заявление Нуланд, которое сказало, что США, возможно, рассмотрит передачу Украине истребителей пятого поколения. Ее заявление можно воспринимать всерьез? Я думаю, что это, вот когда у Байдена спросили, передадут ли США F-16, он сказал нет. И это нет звучало как не сейчас, потом. Просто передать нам F-35 вот прямо сейчас нам абсолютно ничего не даст. То есть нам нужны не в первую очередь самолеты четвертого поколения, а не пятого. У нас нет для них ни инфраструктуры для этих самолетов, ни боеприпасов, ни обученных летчиков. То есть это, вот если они этот процесс сейчас начнут, мы там первый самолет увидим, я не знаю, через год это интировочно. А F-16 мы можем начать использовать, ну, примерно через три, через пять месяцев после процесса, скажем так, инициации этого процесса. Поэтому гораздо более реалистичная и более скорая будет история с F-16. И скорее всего это было, как это называют, wishful thinking, когда говорят на английском. Это выдают желаемое за действительное. Хорошо, предположим, вот я сейчас просто можно пофантазирую, чтобы понять. Я человек не военный и не эксперт в этом деле, но просто хочется понять, а что такое истребитель пятого поколения, чем он отличается от четвертого, и что они способны прям вот стирать армии в пепел? Почему его, извините, почему его называют супероружием, да? Почему его называют супероружием? Самолет пятого поколения, он отличается от четвертого. В первую очередь точностью, чувствительностью своих радаров, дальностью действия своего вооружения. Россияне понимают пятое поколение, у них есть на текущий момент один самолет пятого поколения, который находится у них на вооружении в армии. Но скорее всего это даже не самолет, а какой-то макет летающий. Они его понимают как какой-то очень быстрый, очень маневренный самолет. США понимают пятое поколение как самолет, который невидимый для врага, с очень большого расстояния детектит врага и наносит удар. И этот один удар, одно убийство. Вот это, собственно, самолет F-35, который с расстояния в несколько сотен километров видит вражеский самолет и его уничтожает. То есть он в первую очередь, ну это все-таки истребитель в первую очередь. Но F-35, он не только истребитель, это многоцелевой самолет. Он может запускать ракеты против радаров, против ПВО, против артиллерии, против всех видов, против кораблей он может действовать и так далее. Он может взлетать откуда угодно, он может взлетать с палубы корабля, я не знаю, с какой-то там неподготовленной площадки. Это тот самый вертикальный взлет, который российские самолеты никогда не смогли освоить. Ну, вернее, смогли, но при этом при взлете самолет там сжигал половину своего бака и дальше он был, ну, в принципе, небоеспособен. То есть куда-то он там мог транспортироваться, но воевать он уже не мог. А F-35 может воевать после этого всего дела. Ну, соответственно, конечно же, вражескую армию он стереть не сможет, но вражескую авиацию он стереть может очень даже запускать. Исходя из этого, сразу переходим к следующему вопросу. Чем бьем по оккупантам в Мариуполе? Украина может использовать дальнобойное оружие на поле боя, прежде чем будет объявлено о его передаче, чтобы застать российских оккупантов врасплох. Это пишет New York Times. Как вы считаете, New York Times в этом плане можно доверять? Абсолютно можно. Уже было много примеров, когда сначала использовалось оружие, а потом объявлялось о его наличии. Это делает не только Америка, это делает, ну, та же Германия. Германия передает ПЗХ-2000, а потом через неделю пишет ОНОС, вот мы там Украине передали там Аубицы. Соответственно, чем мы бьем по Мариуполю? Ну, я более чем уверен, что самым современным, самым дальнобойным оружием, которое есть на текущий момент на военном рынке. И эти удары будут только продолжаться, а не останавливаться. Давайте спрогнозируем. Удары по Мариуполю и подрывы по железной дороге в Крыму. О чем это говорит? Что готовит ВСУ оккупантам? Для чего это все делается? География Украины, да, вспоминаем. У нас есть юг Украины, на текущий момент Херсонская и часть Запорожской области, которая находится за рекой, они оккупированы за Днепром. Там находится очень интересный город Мелитополь. Мелитополь находится на перекрестке двух дорог автомобильных на железнодорожной ветке. Эта железнодорожная ветка идет из Мариуполя. Ну, соответственно, все поставки с территории России, они могут идти на эту оккупированную юг Украины, либо через Крым, через Крымский мост, через весь Крым, через Крымский перешеек. Но есть момент, Крымский перешеек находится под огневым контролем Хаймарс. Все желающие берут, открывают карту, ищут город Береслав. Это город под контролем Украины находится. И до него 80 километров, ну, собственно, до перешеек. Ну, соответственно, все, что там едет, оно уже там не едет. Оно может ехать только через автомобильную дорогу, через Геоническую. Там автомобильная дорога и такой хлипенький мост. Вот до этого моста мы пока почему-то еще не достали. Ну, я думаю, дело времени, когда мы до него достанем. Соответственно, все поставки на оккупированную часть юга, они идут через Мариуполь, через Мелитополь. Ну, соответственно, что сейчас происходит? Отрезание Мелитополя от линий поставки. Это наша классическая стратегия. То есть сначала обескровивать врага, то есть сделать так, чтобы у него кончились патроны, кончилась еда и вода, а после этого нанести удар. Ну, ждем удара, собственно, по югу. Еще хотел спросить об управляемых бомбах, которые обещали передать. Правда, что они бьют даже точнее, чем Хаймарсы? Я не представляю, что такое точнее Хаймарсы, когда вот, ну, практика какая. Вот нужно уничтожить командный пункт. Командный пункт находится в каком-то бетонированном укреплении. Ракеты Хаймарса, они не бетонобойные. Бетонобойные специальные боеприпасы, он такой из стали сделан, то есть он там пробивает несколько линий, пробивает несколько перекрытий, а потом взрывается. Хаймарсовские боеприпасы не такие. Но все желающие могут поднять архивы и посмотреть, как мы взрывали Антоновский мост. Он как большим таким дыроколом дырки своими сверлили отверстия. А мост стоял, держался. И вот Хаймарсовские ракеты, когда нужно уничтожить командный пункт, стреляют одна ракета, одна ракета пробивает в крыше бетонного этого отверстия, а другая ракета залетает в это отверстие и там взрывается. Вот что может быть точнее, этого я не представляю. Но принципиальная разница между планирующими бомбами и Хаймарсами. Хаймарс стреляет по квази-баллистической траектории. Что это означает? Он взлетает на высоту больше 20 километров. На высоте это идет со скоростью примерно 3 скорости звука. Его сбить нереально никакими средствами ППО, ПРО. Долетает до цели и вертикально падает. А планирующая ракета, ну планирующая бомба, все прекрасно понимают, что такое планирование. Она летит по принципу самолета. То есть у нее есть крылья, она их раскрывает и, соответственно, она может залетать по-другому, по другой траектории. Она может падать сверху, она может планировать. Ну, соответственно, больше, скажем так, возможностей у артиллериста, который стреляет этой планирующей бомбой. Она вплоть до того, что она может даже развернуться на траектории и полететь назад, если так нужно артиллеристам. То есть мне когда-то один военный рассказывал, что нам дадут оружие, которое облетает гору в Крыму и попадает в объект, который находится с этой стороны. Это говорится об этих военных? Именно так. Да, вот есть, например, там, ну, та же самая стоянка подводных кораблей, это там, скажем, речь идет, как пещера она выглядит, ну, такое отверстие выглядит. Да, она может подлететь с нужного направления и залететь именно в эту пещеру и там внутри взорваться. Как считаете, россияне понимают, что уже нужно собирать вещи в Крыму? Я более чем уверен, что они уже готовятся. Они готовятся, то есть все, что мы наблюдаем сейчас, это больше, ну, если бы Путин хотел атаковать, то есть, если бы он понимал, как он может оккупировать всю Украину, он бы сейчас мобилизовал миллион человек, поставил их под ружье, и они бы начали выполнять этот план. Этого не происходит. Ну, то есть, вот последнее выступление Путина, там, широко распиаренное, два часа он там говорил, там, все заснули, там, рекорд, наверное, по усыплению был всех желающих. Все ожидали от него там мобилизования, там, миллион человек сейчас, ну, и там, значит, вперед. Но этого не произошло. Причин тому несколько. Причина номер один экономическая. Миллион солдат кормить, это очень-очень-очень-очень дорого. Если это вот время Второй мировой войны, это было возможно, потому что за Советским Союзом стояла экономика США в первую очередь. Тот самый Ленгий Пис, который там поставлял мясные консервы, которые там ели солдаты, и не только консервы, там, все вооружение было американское. Покрышкин летал на американских самолетах. Сейчас такого нет. И, соответственно, нет экономики, и нет плана, как воевать. То есть, если бы он понимал, как закончить эту войну, он бы ее закончил. То есть, он бы этот план реализовал. Сейчас есть приблизительно 150-200 тысяч в резерве солдат, которые не участвуют на текущих военных действиях. Они находятся на территории России. И я более чем уверен, что задача этих солдат – это сдерживание контрнаступа ВСУ весной-летом этого года. То есть, он их будет кидать на те участки, то есть, там, где будет самая горячая ситуация, и там их, ну, собственно, ВСУ с помощью тех самых «Хаймарсов» ПЗС-2000 и М777 будут этих людей перемалывать. Как говорится, спаси и сохрани их. А лучше спастись и сохранись – это не идти на эту войну. Давайте поговорим о следующем. Китай даст оружие России. Появилась такая информация, об этом предупреждает США, об этом говорил Зеленский. Говорят, что беспилотики какие-то, камикадзе, комплектующие, которые могут их собрать в России. Как считаете, Китай все-таки пойдет на какую-то хитрость передать совершенно законным путем, который еще не запрещен, какие-то запчасти двойного назначения, из которых могут собрать или напрямую даст оружие? Ну, вот смотрите, чтобы собрать беспилотник формата «Шахид», который россияне сами почему-то не умеют производить, но он же ж тупой да безобразие, этот беспилотник. В нем стоит обычный двигатель внутреннего сгорания, обычный автомобильный мотоциклетный двигатель, четырехтактный, за что он получил, в общем-то, прозвище «мопед» у нас в Украине, с характерным звуком он работает. Система навигации, там стоит бытовой GPS-чип с специальной антенной. Эта антенна защищена, это вот самая сложная технологичная вещь, это антенна в этом «Шахиде». И инерциальная система наведения, которая тоже можно склепать, ну, условно, в любом гараже. Почему Россия их не смогла наладить, великая страна с великой экономикой, наукой, как они себя считают, ну, для меня я не знаю. Соответственно, что может Китай передавать? Ну, вот эти вот двигатели внутреннего сгорания, да, и в России можно производить, я так думаю, и это не какое-то там военное оборудование. Если говорить про что-то более продвинутое, ну, скажем, компания DJI там передает какие-то там более-менее продвинутые дроны коммерческого назначения формата «Мавика-3», там «Аэроскоп», это специальное уже оборудование более-менее. Да, это есть, но это не дает какую-то критической переваги украинской мовы, российской, это, как это сказать, перевес, да, в сторону. То есть они не могут с помощью этого всего оборудования оборудования победить Украину. Да, какие-то там удары могут нанести, но это не критическое преимущество. Критическим преимуществом было бы, вот у нас сейчас вся украинская армия наездит на грузовиках «ИВЭКО», на грузовиках «ДЕУ», на грузовиках «Ошкош» американских, и это вот, многие не понимают мощи артиллерии, то есть порядка 90% всего огневого уражения украинскому морозу, поражение наносит именно артиллерия. И вот когда мы увидим китайские грузовики, китайские пушки, китайские самоходные артиллерийские установки и, возможно, танки, вот это будет критическая помощь. Но сейчас этого нет и близко, потому что что происходит? Вот сейчас отдельные компании, например, я вот, к сожалению, название этой китайской компании не помню, это оператор спутников, потому что в России большая проблема с космическими технологиями, ну, наверное, из-за Рогозина, который там пропивал этот Роскосмос долго лет, много лет, у них отсутствует космическая разведка. Поэтому ЧВК Вагнера покупает спутники космические в китайской компании. И слушай, что сейчас делает США? США для этих компаний вводит санкции. А потерять китайским компаниям рынок США, рынок Европы, потому что даже если Европа не введет санкции, то просто не будут из-за возможности получить третьи санкции, не будут они идти на это дело. Эти компании будут постепенно отказываться от поставок в Россию всего, чего не поставляют. И, соответственно, военная помощь, она может быть только под эгидой государства китайского. Что мы видим? Китайское государство сейчас, я извиняюсь, выкатило план из 12 пунктов мирного урегулирования. И в этом плане сказано прекратить огонь, прекратить санкции и так далее. И все выплывает, все говорит о том, что Китай не хочет быть стороной-агрессором в этой войне. Они сейчас борются за то, что заявляют во все услышания, что они не хотят воевать с Тайванем, потому что многие говорят, что Тайвань будет следующим после Украины. То есть небольшое государство, которое рядом находится с диктатором, который там будут перемалывать. Соответственно, крайне маловероятно, что Китай передаст конкретную военную помощь в виде боеприпасов, в виде оружия и всего остального, потому что, ну, как минимум, возможно, просто не настал момент для конфликта между Китаем и США. Может быть, это случится когда-то там потом. Но сейчас ввязываться в этот вооруженный конфликт они не хотят. Ну, хорошо, объясните мне следующую вещь. Снаряды. Разве будет понятно, что они произведены в Китае? Он же разрывается, разлетается и все. Китай отгрузил снаряды, Россия провез их. Россия провезла ее железной дорогой. И вот тысячи снарядов на войне в Украине. Россия выстреливает в день 5-7 тысяч снарядов. И этого очень мало. Они вот летом стреляли 50-60 тысяч. Когда они более-менее сдерживали наступление ВСУ, и когда они наступали, сейчас 5-6 тысяч. Берем месяц стрельбы с темпом 50 тысяч в сутки. 50 тысяч умножить на 30 и получаем сколько-то там? Полтора миллиона снарядов в месяц. Правильно? Полтора миллиона снарядов в месяц. Если один снаряд весит, берем 100 килограмм, это неимоверное количество составов с снарядами. То есть речь будет идти, что железная дорога будет возить только снаряды из Китая. Ну то есть мы же представляем себе расстояние. Это надо проехать через практически всю Россию и привезти. 150 миллионов килограмм. Правильно? Да, 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 да. Ну еще все будет идти в коробках, там все же объем будет занимать большой. Кроме этого, порядка 2-3% снарядов, они не взрываются. Из-за брака взрывателей бывают такие ситуации, что почва мягкая, ну например, в чернозем, тыкается под определенным углом, и взрыватель не получает нужного усилия, и он остается в земле. Этот снаряд будет найден и по маркировке, по весу, по цвету, по составу определять, что это был конкретно китайский снаряд. Кроме этого, вспоминаем Херсон, вспоминаем Изюм, когда мы захватили неимоверное количество танков, артиллерии, боеприпасов. Ну вот у нас заходили подопечным, заходили просто грузовики с боеприпасами артиллерийскими. И там, ну понятно, с маркировками, вплоть до того, чтобы было известно, кто там упаковывал этот снаряд, там номер, печать стояла упаковщика на каждом снаряде, из какого завода он приехал и так далее и тому подобное. Потому что незаметно это сделать не получится. То есть все, что рассказывают российские пропагандисты, возможно, вот завтра, послезавтра, это все рыбья чушь. Именно так. Для того, чтобы, ну по сути, это надо стать стороной конфликта в этом деле. А никто не хочет. Даже Северная Корея не хочет становиться конфликтом. А они-то чего? Ну, у них есть большое количество артиллерийских боеприпасов. Не, я понимаю, они чего не хотят? Вот как бы победить Запад? Не хотят, но боятся получить. Они прекрасно осознают мощь Запада. И все эти сказки про то, что там Северная Корея будет до последнего корейца воевать, там, я не знаю, с Южной Кореей, это все сказки. Потому что они прекрасно понимают, Северная Корея прекрасно понимает свои шансы в войне с современной армией. Они тоже очень пристально за этим всем следят. Они прекрасно понимают, что их там очень быстро отутюжит там ближайший авианосец, который будет, который находится в океане, там, недалеко от них. Единственная страна, которая поддержала Россию, это Иран. И только в обмен на эти истребители. И только потому, что Ирану уже терять нечего. То есть они уже со всеми абсолютно соседями в страшной конфликтной ситуации. Что с Израилем, что с США, с Саудовской Аравией. Они со всеми воевали абсолютно. Давайте поговорим, что сейчас происходит на фронте. У кого сейчас инициатива? Сколько могут россияне наступать? Сейчас как таковой инициативы ни у кого нет. Сейчас происходит окопная война. Наступление россиян, то, про которое они там трубят. Вот сегодня Пригожин заявил, что они захватили, забыл название, села под Бахмутом, в котором до войны жило 118 жителей. Ну, то есть такой населенный пункт, размером там, в котором есть магазин сельский, будка собаки. Размером с девятиэтажный дом. Да, количество жителей одного девятиэтажного. Это все успехи великой российской армии на 23 февраля. Ну, то есть вот это сделала не армия, а зэки, которые при армии находятся. А сама армия ни на что не способна. Сейчас инициативы нет ни у кого. Сейчас что делает украинская армия? Украинская армия заняла очень выгодные позиции. Ну, тот самый Бахмут. Почему Бахмут так интересен и почему он так долго держится? Вокруг него находятся холмы. В нем находится речка, которая нас отделяет от врага. С этих холмов мы можем просматривать и обстреливать довольно большую территорию, чем мы, собственно, и занимаемся. То есть сейчас в Бахмуте перемалывается неимоверное количество российской армии. Речь идет про 2-3 батальона в сутки. Тысяча человек. Это только убитыми. То есть это то, что кроме тех, которые там были эвакуированы. Понятно, цифра не точная. То есть там речь идет плюс-минус 50 человек. То есть там ошибка может быть до 10% в этих подсчетах. Почему? Ну как эти подсчеты делаются? Уничтожается, например, взводный опорный пункт. Там по штату должно быть 20 человек. Ну понятно, украинская армия пишет там. 15-20 человек уничтожены. И вот отсюда берется эта цифра. Но количество все равно, даже с учетом этой возможной ошибки, неимоверное количество солдат там гинет. И гибнут не только зэки. Гибнут элитные войска. Ну та самая там яркий пример 155-я бригада морской пехоты Владивосток. Это элитная военная часть, которую просто бросили, ну, просто идиотские поступки. И самое смешное, что командиры этой военной части после этого повышают звание. После того, как он перемолотил одну третью часть своей бригады в одной атаке, в бесполезной, когда он просто их вывел, их расстреляла высокоточная украинская артиллерия. Они даже не знали, откуда они стреляют. Их не видели просто. То есть, ну, как бы весь этот расстрел занят, ну, может, час, может, два. Соответственно, сейчас то, что происходит, мы стоим на месте. И истощаем врага. Инициатива у нас появится, когда к нам доедут танки. Леопарды, которые вот сегодня Польша сказала, что они на днях уже будут у нас в Украине. Когда к нам доедет, нам едет 30 штук АС-90. Это артиллерия из Великобритании. К нам едут арчеры. Это самая современная артиллерийская система в мире, шведская. К сожалению, всего 12 штук. Ну, то есть, больше просто нет. Я думаю, что инициатива на поле боя у нас появится в конце апреля, в начале мая. Когда подсохнет, когда закончится сезон дождей. И когда будет хорошая погода. И когда мы по этой сухой почве с помощью западных танков будем, собственно, прорывать оборону россиян. Тогда, когда выдохнутся россияне ходить в атаку? Сказать сложно. Момент в том, что их очень много. Вот эти 200 тысяч, которые стоят в резерве, их постоянно подкидывает, подкидывает. Путин, он человек с психическими, скажем так, склонностями, я не знаю, как это, игрока в карты. Он постоянно повышает ставки. Вот погибло 100 тысяч россиян. Ага, значит, и у Украины же есть какие-то потери. То есть, украинцы тоже же не бессмертные. Я сейчас в топку брошу еще 100 тысяч и посмотрим, смогут ли украинцы что-то противостоять. Еще 100 тысяч погибло, еще 200 тысяч в топку кину. И вот то, что он занимается, как бы на слабо пытается. То есть, показать, что мы можем закидывать трупами Украину сколько угодно. Но есть момент. Россияне когда-то осознают, что происходит. Они увидят количество этих трупов. Они увидят как те, которые находятся в армии, так и те, которые находятся в тылу. В которых там отец, муж, брат, я не знаю, сват приехал. Вот извините, мне кажется, что они никогда этого не увидят. А вот увидят. Мне просто вот удивляют эти видео, на которых они берут там колбасу, пельмени в обмен на жизнь. Я бы этими пельменями в морду втолкнул бы тому, кто мне их дает. Понимаете? А там, о, пельмешки, класс, пахавы. Вот больше всего меня убивает даже то, что у них статистика официальная. Нет уголовных дел за уклонение. То есть, никого не сажают. Ну, не хочешь идти на войну? Ну, ну, не иди. Ну, что тут такого? А они все равно вот как-то до сих пор есть какие-то упоротые, которые там непонятно зачем лезут в эту мясоруку. Чтоб что? Чтоб погинуть в хаймах? Потому что хохлы их бьют. А хохлы – это нация, которая не существует. Ну, вот да. Ну, они же уже, их пропаганда работает в другую сторону, что тут якобы воюют все страны НАТО. И на самом деле они воюют с какими-то там мифическими американцами или поляками. Ни одного поляка в армии не видел, но вот они это почему-то верят. И показать хотя бы одного пленного поляка они не могут. Ну, там показывают, но это там единицы реально. Один-два человека, которые там попадали в плены, которые там честно говорили, я там гражданин Великобритании, в каком-то международном легионе, в котором там всего человек 500. Всего-навсего. Из миллионной армии украинской. Украина должна стать щитом Европы. Это, я так понимаю, после победы. А это хорошо или это не очень хорошо? После победы Украина будет страной НАТО, страной ЕС, у которой есть миллион людей, как минимум, которые прошли через армию. Прошли через армию в состоянии войны с более крупным, более мощным противником. Есть такой факт довольно интересный. Украина участвовала во всех миротворческих операциях, в которых участвовала ООН. И Украина получила более триллиона гривен за эти операции, потому что ООН платит за такие операции всем, кто в них участвует. Я более чем уверен, что когда... Все прекрасно понимают, что такое Россия. Что Россию, когда мы выкинем за пределы Украины, они там будут накапливать силы и готовятся к следующей войне. Потому что, ну какой русский не любит воевать? Все любят воевать, хотят на кого-то напасть, что-то украсть и так далее. И поэтому Украину будут спонсировать, все страны НАТО будут накачивать оружие. Ну, очевидно, не потому что мы такие воинственные, а потому что все прекрасно понимают, что находится за пределами Украины. Будут помогать строить инженерные укрепления в той же самой Сумской, в Луганской, Донецкой области там танки будут стоять, самолеты будут летать там четвертого, пятого поколения. Не только те, которые принадлежат Украине, но и другим странам НАТО. Получается, украинская армия, украинское общество станет чем-то похожим на Соединенные Штаты, да? Где армия – это почет, где армия – это уважение, где армия – это хороший заработок и так далее. Ну, она уже стала. Ну, то есть у нас сейчас… Сейчас, смотрите, сейчас стало вынуждено, да? Потому что мы воюем, потому что эти люди нас защищают, потому что эти ребята сидят за нас в окопах и выгоняют врага. А вот война закончится. Как будет выглядеть украинская армия? Ну, я более чем уверен, что там несколько сотен тысяч у нас в армии останется, до полмиллиона примерно. У нас однозначно, у нас есть такая штука, которая называется оперативный резерв-1, оперативный резерв-2. То есть это по закону эти люди, те, которые воевали на войне, они оказаны на протяжении двух суток в случае призыва явиться в свою военную часть, при этом должны быть одеты соответствующие и так далее. Я более чем уверен, что такая механизма останется. Я более чем уверен, что мы будем содержать там несколько сотен тысяч эту армию, до полмиллиона людей, и постоянно они будут в боеспособном состоянии находиться на границе с Россией. Что бы там ни декларировал очередной российский диктатор или там правитель, который будет там. Да, это будет однозначно высокооплачиваемая работа. Я более чем уверен, что она будет спонсироваться не из бюджета, не только из бюджета Украины, но и из бюджета всех стран Европы. Потому как все уже осознали, что такое Россия. Вопрос по Приднестровью. Российские пропагандисты сообщают, что Украина готова захватить Приднестровье. Вроде как бы там поживиться российским оружием, которое нам, возможно, действительно нужно. Но вот вопрос, зачем это рассказывать? Мы точно не будем оккупировать, мы не будем переходить границу Молдовы без каких-либо просьб со стороны Молдовы, официальных имеется в виду, которые будут ратифицированы нашим парламентом, потому что без разрешения парламента нашего украинского нельзя использовать украинскую армию за пределами нашей страны. То есть механизм как может выглядеть? Молдовский парламент обращается к нам, мы ратифицируем это дело, после этого Верховное Главнокомандующие дает команду, и Украина помогает армии Молдовы. Если идет речь о том, что они собираются деоккупировать, демилитаризовать ту часть российской армии, которая находится на территории Молдовы, потому что такого государства, как Приднестровье, не существует, то эта украинская армия может сделать очень быстро и очень эффективно. Но пока... То есть в интересах Приднестровья, россиян в Приднестровье сложить оружие и уехать автобусами, самолетами куда-нибудь? Я им рекомендую вот прямо сейчас купить билет из Тирасполя в Тишинево, переехать, найти себе работу, арендовать квартиру и жить себе спокойно, мирной жизнью. И не заниматься глупостями, сжечь свой паспорт этот Приднестровский, если он у вас есть, и забыть про это как страшный сон. Потому что я более чем уверен, что когда-то общество Молдовы проснется и осознаю, что армия России на их территории это очень плохо. Хорошо, давайте перейдем ко второму блицу. Напоминаю вопросы от наших зрителей, короткие ответы. Какая цель у Кремля в войне сейчас? Сейчас? Затягивание времени для того, чтобы удержаться у власти. Все, что они делают. Когда закончится активная фаза на фронте? Ну, мой сценарий в конце 23-го, начале 24-го года, когда мы закончили сухопутную операцию в Крыму. Когда, по мнению россиян, куда, по мнению россиян, делась их армия, если простых граждан начали призывать на войну? Мне тяжело сказать, что творится в головах у россиян. Я думаю, что в их понимании эта армия до сих пор воюет, но ее уже не существует. Угрозы про выход или перестановку контроля над ядерным оружием. Блеф или все-таки возможно стать реальностью? Украине ядерное оружие не нужно. Мы его просто экономически банально не потянем. Ну, то есть содержать... Я про российскую угрозу, которую вот недавно они там заявляли, что выходит. Я извиняюсь. Да, не в ту сторону чуть-чуть. Российская угроза использования что тактического, что стратегического оружия, это блеф. Потому что если Россия использует любой вид, ядерного оружия, это однозначно атака на любую страну НАТО. Потому что ядерное заражение, когда была, например, катастрофа в Чернобыле, она дошла до Швеции. Это означает, что если они ударят по Украине, эта атака будет на Швецию. И это будет эскалация того масштаба, которого мы еще не видели. И вопрос, наверное, с подвохом от кого-то из Поднебесной. Армия Китая уже сильнее российской, учитывая потери последней? Более чем уверен, что сильнее. Более чем уверен. Ну, потому что российскую армию перемолотили больше 50% тяжелой техники, сотни самолетов они потеряли, и на этом фоне Китай уже однозначно больше сильнее. Большое спасибо за сегодняшнее интервью. Все очень четко, по полочкам. Ждем победы Украины. Спасибо.